Встреча с Тимофеем 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 Встреча с Тимофей Встреча с Тимофеем То есть, в России никто ничего не брался Тяжело найти Ты обычно идешь к каким-то стандартным вещам, в интернете забиваешь по знакомым, в федерацию звонишь. Все стандартные вещи, все клиники, все одни и те же врачи, они между собой крутятся, но они занимаются общими вещами. Все делают физиотерапии, все массажи делают, все одно и то же. Везде одно и то же. И подход везде один и тот же. У них есть поток, у них есть один и тот же пациент, который приходит, ну, колено-колено, мениск-мениск. И все мениски и все колени, они, в принципе, по одному и тому же, по одной и того же схеме проходят лечение. Петра Александровича я увидел уже будучи, когда ходил на реабилитацию, то есть как-то себя устроил. Ну, было немного спокойно, как бы, но все равно вот такое вот меня что-то дергало, то что это не то, что мне нужно. И вот я на канале Автоплюс увидел передачу с Петра Александровичем, посвященную автомобильной травме. И меня зацепило то, что как он рассуждал о травме вообще в общем. И я понял то, что это именно то, что мне нужно. То, что врач говорит о травме в общем смотря на тело, как на какой-то огромный организм, огромный город, которым все взаимосвязано. И не может просто мениск рассматривать как мениск. Мениск, он что, у всех, конечно, одинаковый, но травма бывает разная и специфика вся. Не будет одинаковых вещей. И вот он рассказывал то, что надо целостно подходить к лечению. До этого целостно толком никто не подходил. У меня нога с вами все смотрели только на ногу. А я прекрасно понимал то, что у меня уже есть какие-то побочные эффекты в теле. Ну это хромота та же, забитость там, скованность суставов. Все это я на себе чувствовал, но никто, врачи про это никто не говорил. А я им как скажу, он мне скажет, ну че, ну да хромаешь, это же нормально вроде как, у тебя нога схромает. Вот. Я за, как сказать... Ну я себе сказал то, что я по-любому впаду, который я сам чую. И вот буквально в день два походил с этой мыслью, набрал, узнал где. И как бы прямиком пошел, как бы не предупреждая ничего. Пришел. Я так обычно везде хожу, в принципе, стараюсь, ну как бы идти и чисто вот отношениями брать. Не какие-то договоренности там, кто-то что-то позвонил. Просто я пришел, если я вижу, что мне это надо, я стараюсь этим воспользоваться. И я пришел к Террию Александровичу, и я вне очереди влез, и он меня принял. И причем первый прием, хотя у него там народ сидел, он меня где-то час ждал, хотя я вне очереди влез. Мне так еще перед очередью было неудобно, как бы выходить даже потом было неудобно. Час, и он со мной просто разговаривал, и мы общались по поводу первоначальных вообще вещей. Субтитры сделал DimaTorzok